здравия всем соратникам сегодня у нас в гостях владимир шумшук автор множества книг на эзотерическую и славянскую тематику также маг и жрец и сегодня у нас очень интересная тема которая возможно не уместится во все видео но тем не менее мы ее будем потом продолжать про талисманы обереги а также в конце расскажем немного про то как правильно отмечать новый год что начнут с первого вопроса какие есть виды защитных украшений чем например амулет отличается от талисмана оберега что нужно знать видов и берегов много вообще помимо значит оберегов и амулетов вещи украшения украшения которые в общем то с ювелирными изделиями связанные ну а ювелирное слово она происходит от ювенальная то есть юная потому что камни вообще не сли им информацию о нашей юности вот и в принципе если у вас камень с юности да и все время он там заряжался то есть участвовал в обрядах зарядки вот он в общем-то держать эту юность будет вот но он одновременно и в какой-то степень является оберегом вообще берегами вот оберегом можно много что отнести тот же талисман он принципе не является берегом он является каким-то предметом подаренным мастером мастеру которого есть какой-то талант и этот талант этот камень или через этот предмет передается человеку что касается амулета вот талисман значит это таланда вот амулет это же любовь амур так вот он связан как раз с изготовлением этого предмета или этого же камня когда изготавливает любящий вас человек но это перед всего мать для на может там связать шарфик или там варежки и это уже будет амулетом ее любовь передаться не просто вам она передаться всему окружающему вот есть тоже относится к берегам апотропеи апотропеи это такие страшные картинки которые человек ходит и носит с собой вот которую отпугивает беду вот отпугивать ненужных людей апотропея может там представлен в виде какого-то изображения чудовища или животного страшного хищного там льва например да но чаще изображать типа химер когда это помесь льва там птицы вот и еще с рептилией вот то есть то что отпугивает отпугивает ненужных людей короче говоря но конечно рисовать его на постоянно нельзя потому что вообще например тех же самых животных когда изображает на теле того же шамана да он изображается с той целью что человек во первых мог превращаться в это животное или по смерти воплощаться в это животное а потом воплощаться обратно в человека поэтому апотропеи не носились все время оберег можно носить все время талисман можно носить амулет можно носить постоянно а вот то что допустим прокалывалось в уши да и вешались какие-то камушки драгоценные камушки вот они тоже значит только в определенное время носились особенно если эти камни были подарены родителями вот отец и мать если они вот своему отпрыску подарили эти камушки у этого отпрыска у него все хорошо всегда по судьбе может все везет все нормально это практика это показывает что это работает если допустим судьба какая-то была несчастная но вот если у него появились эти камни то она ее сразу исправляется это было замечено но есть другие например пириама пириама это но это не камни это это могут быть просто нитки две нитки которые завязываются у нас на локте обычно завязывают или на плече на плече редко обычно завязывают на локте и расстояние между этими двумя нитками да равно ладони матери это пириама она передавала свойства характера матери опять же своими сын ну своему ребенку вот но если они хотели чтобы эта передача произошла потому что не всегда у матерь или отца ну как нужный характер и может и он и самим не нравится поэтому передавать нечего но если нормальный характер почему-то не передать ту же функцию несет период например дать а то это вообще отец когда мы ладонь отца размер тоже двумя нитками обозначаем локти почему локти потому что локоть он вообще отвечал за события поэтому мы в принципе те события которые желаем своему ребенку мы можем передать через период всем будет конечно носить его вот потому что не все любят носить вот интересно такие обереги как гамагеи вот гамагеи они обычно вот если человек увидел знамение на небе она может конечно и не ему посланном быть но обычно ты посылается народу но может и какому-то отдельному человеку быть послан это вы на божественное событие божественное знамение там могут быть надписи могут быть значит какие-то картинки изображения из блоков прям составленная и вот если человек берет эту он или рисует или сфотографировал и перенес на камушек которые есть бумагеи он несет уже божественную функцию то есть божественную защиту это самые сильные такие обереги есть тоже кудмин например да кудмин это тоже в общем-то оберег но он несет божественную благодать кудмин обычно это или камень драгоценный или какой-то предмет вам дорогой который помещался или священное место он там помещали значит в рощу священную или в храм там вот вот откуда но там старинное название церкви вот откуда кунмин ее слова если надолго там находилась она пронизывалась этими всеми эманациями чудесными божественными и человек обретал эти вот чудесные божественные свойства вот не только берег там могут из чисто такие божественные свойства которые связаны с подарком бога ну у богов дары это собственно это то что называет сегодня индусы ситхами вот эти дары когда ним пропитали какой-то предмет в частности камень камень хорошо хранит информацию долго хранит человеку передается его свойства а можно еще вопрос тогда вот походу у меня возникают вопрос а вот руны например работа с рунами допустим рисовать руну на желание или рунический став на какой-то части тела а насколько это вообще вот вы могли бы посоветовать но обычно рисуют на плече руны но не обязательно руны там могут быть лигатура вот лигатура у нас тоже широко использовались и особенно сильно использовалась так называемое писательство но я писательство это все другое обозначает до писательство это в действительности когда вы используете соотношение мер например земли и солнце земли и луны там земли марса земли и венеры ну любой какой-то планеты которые ну земной имеет строение ну подобной земле да если вы это отношение переносите на буквы да то вы притягиваете к себе еще свойства планет вот и земли и другой какой-то еще планеты эти соотношения они ну все в принципе известны например отношения радиусов это будет как раз вот тем отношением который может передать вам силу и свойства планет а любая планета это в принципе бог потому что земля ну и например магащ это богини земли и в то же время это стихия земли понятно что с такими оберегами у человека естественно возможностей намного больше чем допустим просто оберег или просто там талисман но есть такие обереги например так ли но мы знаем только пентакль да вообще так ли много так ли это звезда в круге может быть пятиконечная пентаклем называется может быть сми конечно септакль называется может там восьми это ок так или ну и так далее любая звезда в круге это так вот так ли они на ней активные береги то есть это береги которые накапливают энергетику накапливают энергетику соответствующие фигуры а дело в том что у нас миром правят числа до их отношения так вот изображение числа уже представлены в виде звезды например восьмиконечная звезда это будет число 8 8 к пятиконечная там число 5 так далее вот а круг почему круг потому что идеальная фигура для накопления той энергии которая излучается этой звездой если это не круг а например многоугольник какой-то да ну у нас поскольку было два имени да одно коронка за короткий период отвечала покровительство какого-то бога второе за более большой период отвечала год короткий промежуток как правило то звезда большой промежуток это вот или круг или многоугольник вот многоугольник и звезда вместе это называлось акафом вот кафы они как раз характеризовали полностью человека и в принципе передавали ему свойства тех божеств и богов которые в общем то соответствовали его человека числа но он был такой вот я их не видел но слышал маскат маскат это тот уберег который делал человека невидимом не про него ничего не известно никак изготавливать не как я только могу догадываться он вот как раз где-то типа шапки невидимки наших сказках но то что такая штука была тем более то ведь у разных народов присутствует именно шапка невидимка поэтому мы можем смело говорить о том что такие вещи реальности существуют но то что например ковры самолеты но тоже в сказках описаны но они ведь вот в кладах они находились у нас ведь клад только представляет это ну там золото камни драгоценные легали а вот самые такие вещи типа там просто шапка просто сапоги просто какой-то ковер или тряпка половая да а это летательная пора и вот кстати говоря у нас некоторые исследователи получали такие клады их исследовали понятно что это особо не рекламировалось потому что у нас все что связано с русской волшебной культурой но все изымалась всегда уничтожалось и не только сами предметы эти волшебные но и те кто обнаружил поэтому люди очень-то особо то и не распространялись поэтому есть еще такая вандал но это тоже как бы он к берегам но снова событий то есть это вандалка который состоит из нескольких кафов несколько кафов потому что там многоугольник у него вписана звезда потом меньше многоугольник и меньше звезда в них еще вписана и так до семи нужно всем имен было да и поэтому у нас был вот этот мандал всем кафов который объединял когда это все помещалось в какую-то фигуру которая несла человеку какую-то способность и назывался мандалом то есть тоже почти мандал но помещено фигуру а потому что в принципе карты способности наши до каждого возможности соответствует какое-то число которое можно выразить например тоже фигуры но фигура ведь они не только правильные там многоугольники и правильные звезды они могут быть разных форм например стамп стамп это когда тоже вроде как правильный многоугольник но одна сторона она не равна другим сторонам она может быть или больше или меньше и она уже выражает какое-то качество которое может передать человек особенно если вы там вставляется вот эта звезда она подпитывается этой энергетикой человеку передается божественный дар в принципе он слабо конечно передается но передается если у человека есть другие возможности стимулировать развитие данного дара ну у него значит все получится этот оберег его будет какой-то степени стимулировать но если говорить о браслетах или о кольцах они тоже функцию берега но они не столько функцию берега носят но они еще используют разные тоже свойства потому что вот старые кольца но у нас сейчас кольцо если с камнем она как правило вот только в одном месте как камень да ну или там несколько камней но не в одном месте находятся вообще правильные кольца это когда количество таких камушков соответствует числу вашему да и находится на равном расстоянии вокруг этого кольца если это кольцо одеть например из пяти камней каких-то там вы одеваете она передает тенге не тенге нету как бы строение кристалла у нас их ну так всем основных а вот их выделено гораздо больше там 49 там ферст он выделял но некоторые выделяли еще больше так вот если гонит задает в общем-то тоже свойства уже крови даже если вы возьмете один идти на воду такое колечко да она создает структуру в воде передает и интересно вот именно 5 число когда мы замораживаем капли этой водички на по методу от этого японского исследователя то получается удивительные структуры пятиконечные звезды снежинки на обычно получается шестиконечные но можно как-то получать разные снежинки используя такие кольца сейчас забыл фамилию этого японца но он в общем-то исследовал влияние слов на воду не оказывается когда там говорили бог там значит здравствуйте пожалуйста то есть положительные слова и получались прекрасные структуры из воды когда ее замораживали а когда воде говорили фашизм там допустим дурак убью там не было структуры воды там был хаос вот то есть он доказал что в общем-то наши слова обладают действием на человека понятно что каждый камень каждый оберег нужно заряжать на то качество которое мы хотим ему питать и мы вы должны естественно повторять повторять причем не просто когда попала определить в определенное через определенное время мы повторяем это свойство и в этом случае эффект намного сильнее если вы просто будете повторять все время потом видите много вещей которые вот особенно что связано с аппликациями камней места где можно делать идти и нужно делать аппликации вот они не разрушаются то есть под большой печатью в общем-то сокрыты вообще тема берегов она в общем-то запретных с какой-то степени нам не дают эту информацию использовать для своей жизни вот то что я рассказал в принципе это очень-то не представляет секрета может тоже какой-то степени играть положительную роль нашей жизни а вот еще хотелось просить тату вот часто меня тоже спрашивают я и сама сглупила сделала татуировку сейчас уже жалею вот но вот очень интересно ваше мнение если это не что-то тривиальное например там просто какая-то мода да а ты сам создавал на основе своего опыта вот этот рисунок или вот сам из своей сути создал и набил татуировку что это может быть вот у меня например на спине медуза горгона потому что это одно из очень близких существ мне по прошлым жизням и вот настолько мы очень много лет точнее не лета жизни были очень сильном конфликте а когда помирились я настолько обрадовалась что побежала и на эмоциях ну создала сама как бы инопланетянку нарисовала как она кричит змеи вместо волос и лицо гуманоида и набила на спине и только через три года поняла что я натворила как бы что-то не есть наверное хорошо есть осквернение своего тела вот что вы можете на что-то восказать ну я уже говорил что вот самая она которые у которых есть татемы и стабу определенные но татемы вот это же это темное животное в которых они должны или воплотиться или превратиться вот и потому что сила шумана определяется возможностями именно и переоплощение и преображение в это животное с одной стороны поэтому животных нежелательно изображать особенно там насекомых вот тоже самое касается деревьев и всего прочего потому что можешь себе в общем-то запрограммировать следующую жизнь у животного если там изображать разные предметы они начинают действовать на нашу судьбу они не всегда соответствуют той судьбе которой она уготована она ведь уготована ну во первых наше имя на уготавливает нам судьбу того человека того мученика который он получили по святцам да вот с другой стороны тело божественные имена которые были в древней православии они же сейчас не используются немножко есть имен там святослав ярослав который кстати игра нашей церкви не признаются это божественные имена божественные имена которые в общем-то человеку задают божественную судьбу если там фамилия тоже если мы смотрим до фамилии там бывают и насекомых каких-то там мухин например пчелин пчелков вот они в какой-то степени нам ну дают вот свойств вот этих животных потому что ну как назовешь корабль так он и поплывет как известно вот а фамилии краса не от нас задают нам и судьбу и наши возможности а чаще всего не возможности там ведь у нас только фамилия нас животных там насекомых растений там берез березы березкин тополев и но их много фамилий или которые они в общем-то не задают нам судьбу ни о чем потому что нам задана судьба божественных этими с нашими именами которые надо было бы вот у нас как бы имена они уже сразу даны но от рождения но давались во всяком случае и мы должны эту судьбу в общем-то она божественна мы должны ее в общем-то и получить но мы не получаем никогда потому что у нас те имена которые нам дали те фамилии которые нам дали вот фамилии ведь не было до серийных 19 века фамилии не было а нам поскольку тех фамилии придумали да а кстати говоря церковь и до сих пор фамилии не признает наши совмена церковь не признает у нее кое-что осталось от православия а так в принципе все католичество те же самые обряды 7 таинств ну все то же самое разное только стороны креститься и все все то же самое а нас было четыре таинства этот как раз как свяща муляй треба 4 таинства остальное все были мистерии мистерии было много вот а таинств 4 все вот но нас молитва сейчас вообще не является таинством она много что может делать особенно если человек сам по себе праведник да у него молитва очень сильно особенно если там неизлечимая болезнь еще что-то они могут помочь потому что молитва тоже является общем-то берегом какой-то степени ну и даже замечено что когда значит люди уходили на войну да если за него молились если ему не изменяли он возвращался с войны нормально а вот это кстати говоря еще оставьев заметил такую особенность вот это известный писатель двадцатого века если от с человеком он попадал это очень но крутые ситуации на войне опять же он тоже оставался живым потому что за него молились и потому что вы любили и ему не изменяли а стоило податься на такую распространенного во время войны идеологию что война все спешат да ну все то есть человек мог погибнуть если говорить вообще от от церкви вот об этих вот таинствах они тоже в общем-то направлены были на то чтобы и защитить человека и пробить его судьбу пробить чтобы ничто ему не мешало потому что у нас на земле все создано для того чтобы у нас божественных судеб не был у нас этот ящик пандоры нам создали который несет проклятие на все положительное на все божественное на любовь на дружбу на все наложено продать если у человека случилась любовь посмотрите у кого она закончилась красиво нет таких случаев но в крайнем случае только она просто угасла и но люди вместе там прожили а ведь действительности любовь только разгораться должна дружба только разгораться должна а это все проклято поэтому люди не понимают почему не ссориться они ссорятся на пустом месте там и разводы и все прочее это все ящик пандоры работает но у нас были теодицея не пандора была теодицея который устанавливали жильцы то есть у нас ведь не было так что человек там что-то сделал преступление какое-то за ним кто-то бегал искал его до наказание было автоматически сразу это потом придумали карму чтобы люди могли творить безобразие в этой жизни потому что ответят они только в следующую сейчас человека ждать тоже не понимает почему с ним то вроде он нормальный да ничего не делал получал от судьбы всякие удары ну так потому что он отрабатывает просто вот у нас было сразу сделал получил нас не карма была карна карна отвечала за то чтобы вот эти теодицеи соблюдались но и сейчас они работают и до поддерживаются нашими там определенными присказками типа человек кого-то там оскорбил на гарантипунте на язык да вот или там можем сказать чтоб тебя рука там отсохла или еще что-то пожелать когда человек что взял что нельзя было брать или еще там какие-то ситуации вот но у нас так человек взял что-то чужой ну да у него церковь и это кстати эти лица до сих пор работает они принципе хоть и перенесены на следующую жизнь но старый тоже работает он можно привести такой пример дедушка сталин он же вместе с кому ограбил народный банк все время но эти деньги пошли на партию понятно но сам факт добыча этих денег привод к тому что у него рука устали на 1 отцов а кому он вообще под не погиб он ехал на велосипеде и его сбил автомобиль единственный автомобиль в городе было единственный успех и встретились встретились и кому погиб то есть наказание может даже потери жизни человек когда там убивает например тоже наказывается или лишним воплощением да когда его даже тоже должны убить ведь старые вот воры да они же говори мне же не было такого чтобы убить воров да они грели если ты хочешь кого-то закопать убить и закопать копай вторую могилу для себя уж ты будешь неизбежно убить просто убил ну и так далее у нас сейчас знаний нет у нас вот цивилизация атлантов она погибла в 15 веке только окончательно вот а еще там дальше были исполины и титаны и капитан хиггера то есть все выше выше то что раньше было биосфера там же было первых девять атмосфер давление на место одной атмосферы как сейчас даже в 19 век еще две атмосферы потому что опыт это речели они там 1400 миллиметров тут столба давление держали это 19 век у нас сейчас только 740 миллиметр штутного столба хотя еще в середине двадцатого века было 760 повыше и там 780 много намного уже получается отличие то есть уничтожение лесов приводит к падению давления ну а сейчас леса горят сплошь и рядом поэтому давление падает кислорода люди сейчас отдыхаться потихоньку начинают вот большую это часть конечно давал океан но океан тоже сейчас не лучшем состоянии еще и в кусток когда там погружался в океан красивые еще и картины всяких растений тех же кораллов ну красиво она сейчас смотришь пустота пустыня нет там ни растительности ничего песчаная там или каменистое дно ну и все и рыбы плавают поэтому в общем то все приходится потихонечку у нас в упадок вот все хочется узнать ваше мнение насчет таких амулетов как считается что есть метеориты вот мне однажды подарили метеорит написали мое имя и мое число на этом метеорите насколько вообще она действительно помогает и как вообще проверить метеорит это или нет но тут видите какая ситуация метеориты образовались в результате как правило гибели какой-то планеты у нас же раньше было много ведь планет который сейчас отсутствует вот например вокруг сатурна там мы знаем есть кольца 7 колец это остатки тех спутников которые были разбомблены во время апокалипсиса у юпитера у него там тоже еще четыре пояса таких вот планет ну и планет бывших планет то есть метеоритов вот но эти метеориты иногда и до нас долетают то есть они уже несут разруху и брать такой камень в качестве амулета тем более да но это прометчиво лучше уж взять наши камни они могут тоже иметь вулканическую природу то есть их выбросила но дело в том что на вообще кто знает правильное изготовление вообще всех камней обработка вот они все это убирают то есть если камень нагреть вот он хочет эту энергетику может убрать ну то есть исключить из себя у нас же были вот купцы которые да ну сейчас говорят что это торговцы купцы это те которые купали еще купали до такого состояния что они теряли свойства предыдущего владельца дело в том что надо же не было денег был прямой обмен нот я имею ввиду великоруссия когда было там даже тартария даже возникла после великоруссия вот у них были прямые обмены на ярмарках а ярмарки проходили ну два раза в месяц это точно вот когда все люди уже могли поменять там что-то приобрести вот ну и все мерили на суворшин если это ткать качество там было ткали разные ткани кстати говоря тоже вот было бранное качество да правда это тоже защита брониц вот нас потому что зла бога был свой материал своя ткань вот и поэтому вот и качество такое оно тоже играло роль одежда вообще была волшебная большинство всяких одеяний они волшебные то есть не сделаны по мерам они сделаны по гармоничным там чудесным управляющим числа нас числит ведь видов много просто сейчас этим вопросом не занимается математикой сейчас говорить вообще как бы не из этой оперы было просто арифметика причем оно было связано с рифмами и с ритмами но об этом тоже сейчас не говорят сейчас содержание и арифметики тем более математики не все поменяли математика она была связана с материализации с материализации предметов и у нас предметы ведь иногда тоже материализуется в квартире бывает даже когда человеку при сны за сон какой-то там предметы он тоже материализовался это редко бывает вот смысл может материализовать нас потому что мы сана сейчас очень размытая образного мышления практически нет потому что мы перешли на звуковой язык и звуковой язык он абстрактный достаточно и нет такого вот обмена а вот если бы были образы четкие да то мы могли бы материализовать вещи ну цей баба уже материализовал там кольца всякие камушки а мы это не можем делать хотя это все лишь мысль все лишь представление которые материализованы вот ну кстати говоря не существует вот эти материализованные мысли не долго эти предметы больше двух лет не существует они потом куда-то деваются ну то есть растворение происходит распыление на части ну кого были вот эти свои бабы кто получил эти камни или там кольца еще что-то но сейчас практически наверно ни у кого уже нет их потому что они у меня торчи и свободы исчезали получается вот эти наряды этнические которые раньше были с узорами вот разные вышиванки они же были по всему миру и у всех орнаменты были свои это тоже получается защитные орнаменты правильно их скорее всего убрали вообще и даже смеются с людей которые носят вот эти наряды как бы высмеивают их для того чтобы не было вот этой защиты правильно у нас была никовская так называемая реформа которая отменила волшебной одежды у нас вообще крестьянам запрещено было носить сначала вроде как они носили то же самое что и дворяне да а потом им запретили только мишка вина и все вот это что там нам рисует крестьян убогими вот но это уже во время екатерины вот эти все указы были запрещавшие вот эти и одежды наши сейчас только члены длинные да вещи но сейчас вот коноплю вели конопляны появились вот а допустим вещи из крапивы не делать с лебеды не делаю с лопуха не делают они тоже дают пеньку из них тоже можно ткать разные ткани а это в общем-то привет привел к объединению нашей культуры естественно даже вот когда из лена у нас во-первых лен он имеет толщину там 60 где-то ну вот столько 60 не так номер 60 это значит что вы нитки нос единицы веса вы можете раскатать на 60 метров там 40 например только 40 метров а вот египетские которые найдены гробница они на тысячу раскатывались тысячи таких у нас нет единиц то очень тонкая ткань вот более того лен получали разных цветов именно в египте и красный синий зеленых их только не было у нас лен только одного цвета и потом окрашивают в разные цвета а он был естественной цветами и это краска она не стиралась не линял качество было очень высоким да это кстати говоря наши археологи обнаружили для меня от этих узнал не прописаны информация официально на жизнь скажите а вот именно еще цвет сам цвет вот камня или одежда он как-то влияет на человека допустим можно ли с самим цветом одежды себя как-то защитить вот какой цвет одежды считается защитной а какой делает нас уязвимым если такое вообще есть да это имеет место быть дело в том что есть изборник святослава значит в нем описаны каком месяце какие камни вот такой же есть свиток арабский есть свиток еврейский индийские свитки и они практически подобны я их все читал смотрел вот но небольшое отличие а так все камни практически совпадают разница из-за того что у нас двадцать четыре камня в году но в древле православия имеют у них 12 вот во всех этих значит свитках только 12 и поэтому разница потому что могли на же как бы пантеон делился на два пантеона да то есть малый пантеон это 12 богов раз потому что пирог он там 24 бога бы поэтому брали из другого ночи малого пантеона и поэтому такие вот подмены происходили но в принципе все одно и то же и вот интересно что цвет созвездий совпадает с цветом камня как ни странно на это обратили наши современные уже исследователи но любители камни и в общем то если этот месяц например соответствует красному но сегодняшний месяц цвету даже не красному полом значит мы должны носить этот алый цвет и если мы начнем начнем носить другой какой-то цвет понятно он нас не будет оперегать он будет нейтральный или вообще если боги например стравлены между собой а этим занимались анты в свое время вот ну те кто вообще-то византию состав ниже тоже православия но поскольку они с нами воевали они использовали силу наших богов против нас же поэтому у нас боги лишены силы особенно основные боги они ну работают плохо слабо но если с ними работать долго они начинают работать хорошо потому что у каждого человека свой агрегат создается но то что мы сейчас и григором называем вокруг него создается свой агрегат и он уже начинает работать но он внешне и в то же время это ваш агрегат вам принадлежит поэтому в общем то лучше всегда вот смотреть эти свитки и смотреть чтобы у нас совпадение было с ними но я говорю можно в любой пользу хоть арабский хоть еврейский у себя понадеется вот решит просто вот интуитивно подобрать насколько это может быть усилить его или ослабить если не ориентироваться ни на какие вообще вот только на свое внутреннее чутье наше чутье может и обманывать нас вы не забывайте что вокруг нас всевозможные лярвы этих всяких провокационных цивилизаций которые нас невидимо нас эксплуатируют нас же потому что в тонком мире он и тоже населен такая же жизнь здесь на земле многие нас в общем-то могут использовать они на нас видят а мы не видим но мы не видим почему во-первых у нас ящик пандора во-вторых когда исчезли заповедные леса они еще оставались в начале 19 века это огромные огромные деревья которые в принципе заслоняли солнце и в общем-то все было темно а а были вот эти светящиеся деревья ну то есть все деревья которые проходят половое созреванием когда цветение возникает это половое созревание вот они светятся но и сейчас кто видит то чуть это он может видеть что цветы светится поэтому улица кто было светло внизу но так вообще темно и поскольку у нас вот сейчас в общем-то лесов не стало и мы смотрим на солнце у нас возникло это пятно слепое пятно мы можем видеть только боковым зрением если можем конечно вот мы можем видеть и духов там и ну кого угодно кто тут находится того и видим вот но люди обычно на это не обращают сейчас внимание но некоторые обращают понятно и более того значит у нас из-за того что мы стали забивать свою печень да вот у нас она как бы вообще сейчас культура чистки печени она исчезла и к 20 годам печень забивается она отвечает за глаза и у нас зрение видов у нас много видов зрения было вот эти все слова смотреть видеть бачить девица вот их много десяток зреть там стреляем глазами тоже все связано с разными формами видения люди смогли видеть сквозь стену например видеть свои органы видеть прошлое видеть будущее это уже все нету сейчас а все связано с печенью нам менялись во время питания и поэтому зрение мы потеряли я читал я читал ну старая книга и и писал епископ но в фамилии не помню понятно вот да даже если помню то не сказал сейчас говорю все вы исчезает вот поэтому значит он писал что люди стали терять зрение то есть они стали слепыми они перестали видеть сквозь раньше же вот эти вот буквы которые там нам сейчас оккультисты там предлагают определить зрение да так определяли у всех видов зрения но там не только буквы применялись когда там прошлое будущее смотрели но тоже по табличкам на которые другие другие для каждого человека там что-то было свое конечно а их сейчас его даже и нету мы только когда смотрим оккультистам и смотрим различаем ли мы цвета да вот и смотрим как у нас там видим эту табличку из этих букв или не поэтому и зрение потеряно и цвета деления тоже потеряно так что вот так сказать что если прям вот действительно заняться чисткой печени и вот прочистить ее вот максимально сильно можно ли рассчитывать на то что откроется несколько видов зрения если вот действительно уделить внимание чуть ли там не год разными способами очищать печень можно ли на это рассчитывать ну вообще люди которые очистили печень них это видение появляется но она потом прекращается дело в том что если во первых говоришь об этом да ящик пандоры сработает но и потом вот эти ребята которые нас эксплуатируют которые берут у нас энзимы там кровь там забирают гормоны берут ну и так далее выщипывают железо внутренний секрет который сейчас мы не знаем о них ничего вот они знают вот так вот они в общем то вот эти вот способности которые возникают они пропадают они воруют да для себя они нет нас уже сохранилось много очень сказок у разных народов французский там ну европейских народов почти у всех что если там ты начинаешь видеть тонкий мир тебя ослепляют вот то про рыбака там рассказ то про девочку то еще про кого-то но я знаю реальный случай у нас женщина мы поехали там на юг компании а женщина она ну сама по себе видящая она увидела что там занимается какими-то обрядами на пляже но там дикий пляж был она подошла спросила что вы здесь делаете а на их видит в реальности а то где то вы нас видите да ну и он так махнул рукой она перестала видеть вообще перестала видеть вот именно тонкие миры это зрение осталось этого не стало то есть это видите связано с тем что нам запрещено иметь вот хотя бы то что мы имели нас же всего лишили но сейчас все люди думаю что так и должно быть очень много столько сильное что то есть они из того измерения априори сильнее любого человека здесь то есть они могут так вот запросто щелкнув пальцами перекрыть зрение то есть здесь все намного слабее или это только так получилось этой женщиной я встречался тоже с таким непрописным но полупрописную том что он жил он учил вот учил я к нему пошел ученики вот мы когда с ним встретились да в кафе там сидели и пили кофе вот и вот он мне показывал фокус с разной да ну как фокус у него это все естественно получилось он не менял вкус кофе то яблочный создавал вкус то апельсиновый там вот то металловый там еще какие-то а потом но это было очень давно когда еще вот эти диски знаете были пластинки и не там всякие плакаты на них их вывешивали обычно вот в кафе там день в баре вывешивали и вот он говорит вот ты видишь вот там летел так висят ведь я сейчас тоже рукой ты не видишь вот он провел в действительности я вижу то есть там были на эти диски эти плакаты я не вижу что на них я вижу просто цветное пятно то есть он горит ты горит хорошо внушаем то есть это он мне внушил получается что я не стал видеть вот но это внушение может работать всю жизнь да а может работать вот только сейчас он провел я не вижу а потом вижу то есть это сила мысли они же специально накачивают эту силу у них есть специальные методики что могут запросто человеку внушить чего угодно ты человек в общем-то вид что он не обманывается это насчет все таки внушение еще интересно было узнать ваше мнение как-то обучалась у одного мага он по совместительству психиатр и много лет проработал псих диспансер и говорит а знаете валерия чем отличаются сумасшедшие от нормальных тем что все слышат голоса на самом деле и биороботы и магии и сумасшедшие просто биороботы вообще как бы для них это как шум для магов это просто как бы просто голоса а для сумасшедших это руководство к действию и вот говорит только сумасшедшие начинают делать то что говорят голоса остальные это контролируют а вот что же происходит сознанием почему они не могут этому противиться то есть им что-то говорят там эти голоса и они идут и А мы, например, я сразу же посылаю, говорю, не пойти бы вам туда-то и туда-то. И они замолкают через какое-то время. Что происходит с человеком, почему он не может их просто отослать, а идёт и выполняет? Ну, здесь, видите, с одной стороны человек начинает уважительно относиться к этим голосам и обожествлять. Что это голос Бога. Они же говорят, что они Боги или ещё кто-то. Если человек поверил в это, ну всё, он начнёт выполнять указания, просьбы, приказы. Сейчас ведь, ну вот знаете, случаи, когда там банкиры выбрасываются в окошки. Это же тоже программирование, внушение. Когда этот голос там или там цифры какие-то произносят, включается эта программа. И человек начинает подчиняться ей. А внушается сразу, что это божественные сущности с тобой говорят. Но если человек атеист, его, конечно, сложно загипнотизировать на этом уровне. Там другие методы к нему применяют, чтобы загипнотизировать. Там не на уровне Бога, да. А на уровне там предков или ничего. Ну, находят решение проблем. Человека всё равно заставят выполнить то, что он не должен выполнить. Ну, с точки зрения его организма. А с точки зрения тех управленцев, которые нами пытаются управлять. Ну, они заставят, конечно, сделать то, что они хотят. Не что человек хочет. То есть это люди, у которых нет критического мышления. Вот им хочется чуда, да. И они хватаются за эту возможность. И просто сразу её разворачивают. Потому что вот у меня тоже такое бывало, что какие-то голоса мне говорят на уровне Бога. Когда вот время от времени они меня как-то уговаривают, чтобы я детей родила. И они мне прям показывают, как звезда такая летит. Говорят, это летит спаситель человечества. Если ты сейчас забеременеешь, ты родишь Бога. И как бы, ну вот, представляете себе, а я в телебате уже два года. У меня как бы даже секса нет. Потом происходит как бы задержка месячных. И я, грубо говоря, специально это всё вызываю. И выходит какой-то зародыш. Представляете себе, вот, то есть на уровне какого-то непорочного зачатия они пытаются внушить, что там Бог и так далее. То есть это у многих. Я проводила статистический опрос. И большинство людей, которые не хотели заводить детей, под видом того, что вы родите необычного ребёнка, они как бы соглашались и рожали. А кто же это рождается, получается? У нас, видите, есть так называемое партияно-карпическое размножение. Это, ну, у животных это, у насекомых особенно оно встречается. Это когда самки рожают самок. У нас стимулом к этому может быть вода. Вот вода, она, если там какая-то реакция, киста там щелочная, оно, для каждого там своё, но, короче говоря, яйцеклетка, если раздражается, да, она может начать размножаться. Там не только вода, там могут быть и какие-то поля воздействовать, и вот это вот явление, само, так сказать, ну, это не само опыление, само как-то осеменение, как бы, получается. Вот. И рождаются обычно девочки в этом случае. И у животных та же самая картина. Это с одной стороны. Ну, это как бы с точки зрения современной биологической науки. А вообще, вот, непорочное зачатие, оно в действительности происходит. И, ну, вот, например, у нас когда случилась сексуальная революция, да, сначала в Европе она произошла, но в Европе она произошла ещё даже до войны, до Второй мировой. А у нас она уже произошла где-то в 70-е, особенно в 80-е годы началось там. И у нас женщины в реальности рожают этих детей, но не людей. Именно благодаря тому, что их осеменяют эти инопланетяне. И у некоторых вот женщин, она выходит замуж, не может забейменить, приходит к гинекологу, смотрит, у неё органы уже изношены полностью. Она уже ста, то есть органы старухи, получается. Поэтому она не может забеременеть. А её эксплуатировали. И вот эти вот случаи, но они, их, даже термин есть специально придуманный. Ложная беременность. То есть до 4 месяцев женщина ходит, думает, что у неё там, ну, задержка обычная, а она беременна. И они вот, кстати говоря, после того, как создали удачных клонов, ну, не клонов, а этих метисов, они же добивались, чтобы метисы были похожи на людей. А похожесть, она не то, что мы внешне там похожи, а вот эти вот точки акупунктуры, да, у нас их 2000 где-то на теле. Вот они добивались, чтобы были эти точки. Упитается всего 1600 таких точек. А эти точки, они, ну, мы думаем, что это вот меридианы, там, энергия, всё прочее, болезни, надо лечить. Нет, эти точки для управления логосом. Вот человек может управлять логосом. Это главное чудо света, который управлял вселенными, и который находится в центре Земли сейчас. Вот, и вот они сейчас создали этих метисов, очень удачных, которые тоже имеют 2000, и могут управлять логосом. И поэтому сейчас им человечество не нужно. Раньше-то они всё пытались создать этих вот метисов, похожих на людей. Не получалось, но получилось недавно. Был фильм, но не фильм, нам выслал его очевидец просто. Он включил камеру, а тарелка висела там за окном, и они проникли прямо в квартиру, эти ребята. Ну, телепортировались по лучу. Его вырубили, но камеру не вырубили. И вот он снял. Ну, правда, конечно, они не всё время попадают в камеру, но в действительности, в общем-то, ну, мальчики. Мальчики, но идентичны землянам. То есть, прически такие вот, подстрижка такая. Они-то сами лысые, вот эти орионцы. А тут, значит, и с волосами, и маленькие по росту. Но пропорции все соблюдены. То есть, встретишь, не скажешь, что это метис, что это эндопланетянин. Ну, вот такой вот фильм был. Ну, он не только был такие фильмы. Их много сейчас, фильмов, которые показывают, какие инопланетяне, как они выглядят. Ну, понятно, показывают этих жителей. А вот метисов, вот у нас получилось так, мы смогли их увидеть, что реально это уже люди. То есть, это вот эти метисы, которые рождаются от вот этого какого-то другого зачатия, не совсем от человеческого, правильно? Дело в том, что метисы, но они рождены земными женщинами. Ну, вот девочка одна. Она ее забирает периодически туда, на базу. Вот ее приучают там есть. То есть, у них же, у нас вот пиво продают, там, джентоник, там, все прочее. В железных таких банках. Вот и она тоже говорит, что дают вот такую же банку. Но, говорит, бурда такая, я, говорит, не смогла пить. Вот. И потом они, вот основная их раса, которая, у них же весь пищеварительный тракт атрофирован, его нет. Они питаются всем телом. То есть, у них влезутся в ванну и там лежат. А в ванну, значит, вот эти вот банки, они, значит, наливают в ванну. А это составляющие наших полученных землян, энзимов там, гормонов. И этим всем питаются. И поэтому они зависимы от нас. И поэтому они нас никуда не пускают. Не отпускают. То есть, нам не дают свободу. Я вот как раз хотела спросить, почему им это так надо, что вот они даже тех, их же очень мало женщин, которые не хотят детей, но они стараются на каждой уделить внимание, чтобы начал сниться сон, что вот хочет душа воплотиться. Я помню, у меня вот раз в пять лет всегда вот такое начинается. Мне все подруги звонят, говорят, Валерия, мне приснилось, что у тебя родилась девочка, такая красивая. И все рассказывают, может быть, пришло время, и я понимаю, ага, за меня снова взялись. То есть, зачем же им это надо? Вот прям вот, чтобы каждая не ушла от своего долга. То есть, это вот они хотят вот этим всем питаться, им каждый вот человек нужен, потому что у них уже слюнки текут, правильно? Да. Вот они в шунке. Да, нас прям как скот выращивают для них. Нет слов. Ну, если вернуться к украшениям, вот еще очень интересно ваше мнение про проколы. Вот прокалывают нос, уши, попок, кто-то вообще там прокалывает соски и так далее, брови. Как это в действительности влияет на нас? И есть ли хоть одно место прокола, которое может быть полезно? Или это все вредит нам? Ну, дело в том, что проколы как бы у православных тоже встречаются. Вот те же сережки, они их не носят все время. И там, причем, мужчины тоже прокалывают. Они их одевают только в определенное время, в определенный час. Вот, в другое время они их не носят. И у них не болит из этого голова. У нас же женщины, ну, мужчины редко их прокалывают, но тоже прокалывают. Они их одевают и ходят, и у них начинает болеть голова. Всякие расстройства желудочно-кишечного тракта возникает. Ну, много таких вот симптомов, а они не понимают, что они прокололи точку. У нас же мочка, да, она же повторяет мозг. И вот это ухо, оно, в общем-то, как зародыш человеческий, ну, в перевернутом виде. И когда мы прокалываем точку, мы можем попасть, особенно вот если точка мозжечка, вот, нарушится движение. Опорно-двигательный аппарат будет страдать. Если вы там зрительные проколите, да, височная область, ну, значит, будет зрение страдать. Ну, тут детишки с проколотыми, ну, девочки с проколотыми ушами и уже в очках. Ну, от чего? Понятно, что могли посадить с помощью пищи, которую покупают гастрономы, это где? А могли за счет того, что прокололи височную область. Ну, височная, которая здесь проекция имеет. Или там слух плохой, да, ну, значит, слуховой, в зону попали. А если уж попали, ну, не надо все время носить. Носить и только в дневное время. Вот Бог, который отвечал за зрение, да, но носить и только в его время не участвует. Если там он отвечал за слух Богу, у нас вся эта информация известна. Кто за что и как. Просто я вот помню в юношестве прям реально проколола себе и уши, и нос, и пупок. А потом постепенно все поснимала. Но вот единственное, что в ушах у меня оказалась непереносимость к металлу. Я сколько ни одевала, там золото, серебро, хирургический всплав. Один результат. Очень сильно опухали уши. И мне потом в конце сказали, не надо одевать, иначе в следующий раз придется уже гной доставать. То есть такая жуткая непереносимость. Это значит, что как бы, ну как мозг защищает, или это с чем-то другим может быть связано. И я как бы навсегда лишилась возможности носить серьги в ушах. Ну, на постоянку, да, лучше не носить. Но если вы на час наденете, то оно ничего страшного не будет. А есть ли смысл такой вот вообще? Да, есть, потому что камни, они передают энергетику, передают свойства. Поэтому у нас, конечно, предки все эти прекрасные вещи знали и носили тогда, когда нужно. Одевали, там ведь не только одни серьги, одни камни. Можно разные использовать, разные свойства будете получать. Соответственно. А если, допустим, клип все одеть? Вот у меня, например, сейчас диадема, и там у меня розовый кварц. Я просто его как бы одела, но ничего не прокалывая. Это так же влияет или не так сильно, как если бы через прокол я это сделала? Диадема, там тоже в действительности различные камни. И вот там у диадем есть несколько функций. Вот, например, у кудесников, да, была шапка. Ну, сейчас шапка, говорят, а вообще сапка. Сапки, слово сопки, да. Вот сопки, это в действительности остатки священных рощ. Вот в этих рощах там закладывались секреты. В каждой чаще, их там 24 было, вот свой секретик в определенном месте. Вот именно известно только этому кудеснику. И кудесник носил эту шапку. Вот говорят, не по сеньке шапка, да. Сохранилась легенда, но это ее приписывают Македонскому, Александру. Но она вообще принадлежит многим народам. Это легенда. Зашли, значит, завоеватели, да, в рощу и одели шапку жреца кудесников. Ну и зашли с ума. Потому что она очень энергична, ну, то есть большую энергетику содержит. И диадема, она, как правило, содержит имена. Вот у нас семь имен, да. И семь получается, ну, четырнадцать камней. Значит, семь надо на два умножить. Потому что два бога, у каждого бога свой камень. И вот вы эти камни сюда здесь закладываете. Вот. Они, как бы, диадемы одевались только во время ритуала. Не обрядов, а ритуалов. Ритуал — это то, что свершается постоянно. И вот богам свершались ритуалы. Ну, например, когда начинается покров данного бога, да. Вот одевался, одевалась диадема. Вот. Ну и она за счет этого напитывалась этой энергетикой. Ну и, соответственно, когда человеку надо было что-то решить, получить, он тоже одевал эту диадему. Он тоже ненадолго. Вот. В общем, тоже были подобные вещи. Но не диадемы, а они, как бы, больше шлем напоминали. Вот. Есть там шлемы с этими, со штырями. Вот. А есть шлемы, которые наоборот. Но их, вот, их убрали все. Эти шлемы, потому что они давали энергетику космоса человеку. Там, ну, их в оффере было много видов. Потому что они на каждую область головы сделаны были вот этим конусом вниз. Вот. Ну, возможностей, так сказать, развивать разные способности было множество. Вообще, все, все, что угодно, какая, любая цель, к ней множество путей. Мы выбираем один какой-то путь и идем по нему. Она достигнуть ее может многими способами. Ну, как вот химическое вещество. Мы можем получить его там разными типами реакций. Там, соединения, разложения. Ну, их всем, по-моему, видов выделено. Вот всем, значит, способов можно применить к реакциям только. А к биологическим объектам, понятно, их там десятки, сотни, если не сотни способов. А вот, может быть, вы посоветуете что-то, какой-то вот амулет или талисман и в чем-то, я вот не знаю, в металле, в камне или как вот что-то, и где-то его носить, чтобы это омолаживало, даровало энергию жизни, роста, вдохновения. Вот есть что-то такое? Да, есть, конечно. Дело в том, что у нас вообще вся информация, касаемая омоложения, она закрыта. Закрытые, поэтому, вот, как только тот же самый Тарас, или Тарасов, ну, кто командовал? А, да-да, Артем Тарасов, Артем Тарасов. Да, Артем Тарасов. Ну, я уже забыл, он же уезжал надолго, мы уже с ним не общались. Так он, как только сказал, что есть способ, ну, что он там две или три недели прожил после этого. Вот, потом, вот я уже сказал, один из таких вариантов, когда вот камень, который именно сделан, или, допустим, мощи, которые взяты у нас, ну, в годы, когда мы были маленькими, там. Ну, вот раньше, ну, я не знаю, как сейчас, вот раньше мамы обычно первые волосы ребенка не хранили. И вот это важно, потому что именно через них человек мог обретать снова молодость. Вот. Ну, он тоже на себя, на себе, там, в кулоне в каком-нибудь, или делая те же самые, это фигимы, ну, то есть на руки, там, коробочки привязывали. У евреев это до сих пор сохранилось, это традиция. Вот. Она передавала тоже на какие-то эти, потом аппликации тоже, определенные точки там делались. То есть методов много, вы можете сами все это проверять, искать, и я уверен, что найдете, потому что нет ничего неразрешаемого. Любая проблема, она решаема. Не решаем мы ее только потому, что не знаем. Но исследуем, можно решить. А вот насчет омоложения, просто я вот использую такой метод и вижу, что он работает. То есть забыть вообще, сколько тебе лет, ориентироваться на ту цифру, которую ты хочешь, не праздновать день рождения и никому не говорить свой возраст. Просто если спрашивать, говорите, насколько выгляжу, человек, например, называет цифру, и если она тебе подходит, ты говоришь, да, ты угадал, и как бы тело не состаривается. Ну, конечно, это не единственный секрет, там есть еще куча всяких параметров, но это один как бы из основных, чтобы твое сознание даже не знало, сколько тебе лет, а просто ты проверяешь у окружающих людей, сколько они тебе дадут, и таким образом подтверждаешь, что ты действительно на верном пути. Вот этот способ, как бы вы подтверждаете, что он рабочий? Или могли бы еще что-то порекомендовать? Ну, в какой-то степени да, но у нас ведь все же по циклу было, да? Вот у нас, в принципе, жили раньше по рангам. По рангам и по стадиям. Вот, если, допустим, 24 года, я живу ранг, ну, и, допустим, 12 лет уже ранга пришла. Ну, я и говорю, что мне 12 лет, если оно там пришло. 20 лет, ну, я еще говорю, что 20 лет. Вот, потому что, когда по циклу все идет, человек не стареет. И не умирает, он может жить бесконечно долго. Но у нас цикличность вся расстроена. Даже процессы циклические, которые в организме, тоже цикл крепится, например. У нас же много очень выпало промежуточных стадий. Цикл крепится, это когда одно вещество рождает другое, другое там третье, десятое, и опять приходит к первому веществу. И снова цикл так крутится. А у нас выпадают вот аминокислоты практически. Их 60, которые входят в страну нашего организма. У нас сейчас питание только в 16. А все эти синтетические способности кишечника блокированы. Поэтому они не синтезируются. И у нас очень много всего пропало из организма. Функции. Если, например, еще извне принимать, допустим, аминокислоты, микроэлементы, вот просто выяснить всю таблицу, которая должна быть у нас, и начать это все принимать отдельно, вот в чистом виде от хорошей фирмы, это может помочь? Конечно. Конечно. Даже, ну, то, что мы не принимали, а стали принимать, да. Понятно, что у нас начинают восстанавливаться функции. Вот. Мы даже и не знаем, какие функции у нас были. Все не знают. Понятно. Супер. Ну, я вот, кстати говоря, однажды интуитивно так и сделала. Я выписала в интернете все, что нашла из микроэлементов, из витаминов, из того, что я никогда не принимала и даже не слышала. И начала постепенно вводить свою жизнь. И действительно увидела очень много изменений. А ведь нам об этом вообще никто ничего не рассказывает. Наоборот, бытует мнение, что ничего не надо дополнительно, все есть уже и так в продуктах, ваш организм все сам выводит. Зачем вы пьете эти витамины? Не надо. То есть я часто сталкиваюсь с тем, что люди говорят, ой, странно, Валерия, все вообще-то в еде есть, а вы столько БАДов пьете. То есть это ведь неправильное мнение, то, что ничего не нужно дополнительно. Ну да. Ну там на БАДы тоже надо смотреть, кто какие пускать. Потому что же сейчас, поскольку политика на уничтожение людей, то туда добавляют не только то, что полезно, но и то, что вредно. Вредность можно определять с помощью маятника, конечно. Настроить себя, маятник и определять, какие нужно принимать, какие нельзя. А вот насчет амулетов еще такой вопрос. Можно ли сказать с точностью, что вот сами по себе обереги самые сильные, это которые заряжают нам наши родители, которые нас любят, или любимые люди, с кем у нас взаимная любовь? Правильно ли можно сказать, что это самые сильные, что именно есть вот обереги и амулеты, или же есть что-то еще сильнее? И если да, то как это сделать? Ну, если вот смотреть по, ну, как сказать, разовое изделие, да, понятно, что эмоция людей – это самая сильная эмоция. Но есть способы накачивания, накачивания, ну, тех же эмоций, да. Вот накачивание, конечно, предмет, он будет сильнее. Ну, по потенциалу, понятно. По направленности, но они разные. Разные. А потенциалы могут быть любые. Там можно вплоть до пробоя накачивать. Супер. Я уже думаю, когда встречусь с мамой, просто соберу в коробку все свои украшения, попрошу, чтобы она все зарядила, так чтобы уже, ну… Чтобы она все поносила. Да, да. А, кстати, вот еще очень важный вопрос. Когда вот подруги какие-то, да, видят у тебя красивое кольцо и говорят, «Ах, какое колечко!» Начинают вот так вот трогать или браслет снимают. «Ой, а можно померяю?» Это ведь они как бы перетягивают наши потоки. Ну, может, не специально, но они пытаются подключиться, получается, к нашему каналу изобилия и жизненных сил тем, что они берут и на себя пытаются все это навесить. Конечно. Дело в том, что вот те же самые староверы, да, вот, там же они не принимают никаких вещей, да, вот, и не дают никаких вещей. Если не дают, то, ну, какой-то уже сделан под тебя специально. Если вы там у них поели что-то, да, они эту тарелку уничтожат, ложку-то уничтожат, потому что им не нужна ваша энергетика, тем более человеческая, из этого общества. Общества страданий, в принципе, да. Вот. Мы, может, сами и не страдаем, но люди вокруг страдают, и они, в общем-то, у вас все равно нас заряжают этим страданием. Они, да, и очень чувствительные, и понятно, что они это сразу убирают из своей жизни. Вот. И когда у девочки у вас там пытаются взять, померить, ну, разовы там, конечно, ничего не будет, но если вы дали там поносить долго, да, потом уже носить нельзя, надо все купать. Ну, то есть, обмывать в воде, чтобы никакой информации об этом человеке не было. Вы же не знаете, какая у него судьба, вот, и что она вам даст. а вы заряжаетесь этой судьбой через предмет. Мы же, как бы, тоже избирательные относимся к тому, что, с кем мы общаемся. Есть люди, которые приносят удачу. После него, допустим, пообщался, начинается не судьба, то пень, то колода. Все портится, все ломается. А есть люди, которые приятны в общении, которые, наоборот, дают заряд, и у тебя все получается. Вот. Понятно, что люди, которые обладают таким оптимизмом и такой энергетикой, с них предметы можно и брать, и мерить. И даже и хорошо, что они берут, меряют. А когда такие, которые приносят несчастье, то лучше, конечно, от этих людей держаться подальше. Вот в физике есть феномен присутствия, так называемое. то есть при одном человеке все нормально, идет опыт, нормально все получается. При другом ничего не получается. Опыт не идет. Хоть сдохнет. Особенно вот я, когда там получал сплавы, там есть такие сплавы при длечении. Вот я долго, но у меня не получалось. И вот я поменял комнату, и у меня сплав получился. А когда этот получается сплав, ну там приборами меряешь, там в смысле все свойства открываются. Ну, зашкаливает все. Вот. То есть в одной комнате нормальная энергетика, в другой другая энергетика. И пожалуйста, вот такая фигня. я не мог, у меня полгода бился, не мог получить сплав. Поменял комнату и получилось. Да, супер просто. Видимо, там какая-то была более зараженная комната получается. Это вот как раз о том, что... Ну да, она была проходной двор, да, где я работал. Вот. А вторая там, ну, преподаватели. Кабинет преподавателей. Ну, там заходили, но в основном был один. Там все получилось. Ну, как раз мой был руководитель. Да, про амулеты, конечно, тема суперинтересная и надо ее продолжать на следующем эфире. Но хочется сейчас еще перед Новым годом у вас спросить, вот как лучше всего проводить 31 декабря, вот, начиная с утра и до вхождения в Новый год. Понятно, что это не наш праздник, наш был, гораздо, допустим, раньше, это уже новая дата, но все равно она уже заряженная, они ее уже зарядили так неплохо, и Грегор уже сформировался. И вот как именно вот этот день лучше всего провести для того, чтобы сформировать внутренне, проложить, возможно, квантовые пути на весь год правильно. может быть, вы расскажете, как вы это делаете? Ну, там, видите, я вам общий расскажу принципы. У нас Новый год, он, я имею в виду, в Террии православии, там, с 21 июня, то есть, день сутсояния, начинается. Вот Григорианский календарь, ну, который якобы Петр там вел, ну, все свист, конечно. Григорианский календарь, который якобы в греческой действительности, это римский календарь, потому что у нас все месяцы в честь римских императоров названы и Юльчис, и Цезаря, например, да, Янус, там, честь Бога, Янус, Января, Январь, в честь Януса, февраль, это месяц мертвых у римлян, ну, и так далее. Так вот, нас вот масленица, это за три месяца, за 92 дня случалось это 21-го, но она где-то в марте как раз приходится на день равноденствия весеннего. Но в данном случае надо обязательно делать масленицу, но здесь в день получается осеннего равноденствия, да. Ну, почему надо масленица, масленица, это когда мы все, что мы хотим в следующем году получить, мы это проговариваем или продумываем, представляем, что должно быть. а в год уже, когда наступает новый год, мы это снова проигрываем. И в этом случае у нас все идет как по маслу. Если этого не сделали, обряд масленицу, это его можно даже считать ритуалом, потому что делается каждый год в одно и то же время в масленицу и сам новый год. И кто этим занимается, они отмечают очень высокие результаты, которые они вот именно с помощью этого обряда ритуала получили. Это первый момент. Ну и второй момент. У нас там как раз близко Рождество. Вот. Рождество у нас вот. Оно начинается где-то там 19 декабря и оно длится где-то 5 дней. Рождество. Там могут всякие чудесные вещи проявляться. Ну сейчас понятно, что Рождество принесли и я даже не знаю в какое время. Вот. Но это реальное Рождество. Реальное Рождество, которое природой определено. Сейчас же праздники ну просто сказали вот сейчас будет Рождество. Сейчас будет преображение. Ну любой там день называют. А это в реальности реальные никогда эти явления происходят. Вот. Как вот День Роднодействия например. да. Вот казалось бы ничего там такого нету. А в реальности свойства предметов меняются. Именно День Роднодействия. То же яйцо, которое можно поставить на ПОПА и оно упадет. День Роднодействия оно стоит. То есть можно ставить на ПОПА. Но это простой пример. А там еще куча всяких примеров, которые говорят о том, что свойства поменялись. на ПОПА. Или у меня послышалось на ПОПА? Не, на ПОПА. На ПОПА. На ПОПА? Вы ставите его на на тупой конец и оно стоит. Вот. Все это. Ну, так говорится. Я просто никогда не пробовала даже это сделать. Надо будет попробовать. Просто вот поставить на тупой конец и оно будет стоять. Да. Причем твердой поверхности. На мягкой можно поставить и в такой день. А вот на твердой не поставишь. Только в день Роднодействия. То есть вы бы посоветовали даже не так обращать внимание на Новый год, как на день Роднодействия. Правильно? Так у нас вот говорят время лечит. Ну, говорят, пройдет время и ты все забудешь. Время тебе излечит. Нет, это совсем другой смысл. Время лечит, потому что у нас есть время, когда в действительности можно вылечить человека. недуга там, у нас же много всяких было, там недуг, хворь, хороба, хвороба, ну, их много названий. Вот, и каждое свое там означает. Так вот, их лечили именно во время. Только в это время можно эту болезнь вылечить. Но это надо знать свойства всех этих времен. у нас этим как раз занималось то, что мы сейчас колдостом называем, колодастом называлось. Вот, допустим, если вот сейчас вот люди думают, определяются, как же правильно вот провести этот день, 31-е на 1-е, вы бы вот им как порекомендовали, что с утра делать, что в обед, что вечером, что ночью. Это не значение, ничего, хотя то пусть и делает. Потому что он, ну, действительно, 12-е, он не пустой. Там ничего лучше не делать. Не платить, лучше не платить. Если заплатили в этот день, или в эти дни, там, 21-го, 20-го, 19-го, 22-го, 23-го, вы будете всю жизнь платить. это то, что закрепляет природа. Ну, вот, если вы хотите, ну, какие-то там получить хорошие результаты, проработайте именно в это время, проработайте с помощью слов то, что вы хотите. А в Новый год вы это можете делать, не делать, оно не сработает. потому что работает время, и время, оно должно иметь свойства. А вот 21-го декабря эти свойства есть. А вот это правда, что Новый год, чёрно-магический праздник, ведь в Новый год сколько убийств происходит, измен, люди напиваются, дерутся. В общем, ну, вот это правда, что вот этот весь праздник, вот это застолье с вином, с объеданиями, скольким людям плохо, их тошнит потом, что вот это всё, как сказать, ритуал для тёмных сил, и что вот в Новый год лучше не придерживаться этих традиций, которые предлагают для всего мира, для биороботов. Дело в том, что сама вот эта традиция употребления алкоголя, потом, значит, огромное количество еды, поедания, да, она вся направлена на то, чтобы человек быстрее сковырнулся. Ну, если кто этим занимается, то ради Бога у нас свобода воли, но кто понимает и не делает этого, и вообще никогда не пьёт, и никогда не объедается, но у него шансов жить долго намного больше, чем у тех, которые алкоголь употребляют и всё прочее. У нас же, смотрите, во время вот этих застолий, особенно употребления алкоголя, погибают прежде всего умные клетки, которые имеют там много отростков. У нас обычно два отростка нервных клеток, а полиакционные практически к концу жизни не остаются у человека, они все гибнут, и они очень долго восстанавливаются и плохо восстанавливаются. Так, в принципе, у нас всё восстанавливается, кроме вот этих умных клеток. Поэтому те, кто употребляет алкоголь, он в общем-то не сразу эта деменция у него видна, да, но в принципе становится дементом или там дебилом, ну, кто как называет, ну, дебил это лёгкая степень деменции. Просто многие люди, я не знаю, это по телевизору им в основном внушают, говорят, что вот чуть-чуть алкоголя, капельку, ничего страшного, но, конечно, оно начинается всё чуть-чуть, потом больше, больше, больше. Вот вы могли бы посоветовать людям вообще ни капельки, никогда, ни чуть-чуть, чтобы просто даже не провоцировать вот этого всего? Ну, конечно, лучше не употреблять его. Ну, во-первых, способности сохранишь дольше, намного, а, во-вторых, возможность эволюции сразу теряется у тех, которые употребляют алкоголь. Ну, их сосуды там становятся прозрачные вообще, то есть, стенокардия становится сразу лучшим другом, или вообще какая-то непроходимость возникает сосудов тоже непонятная. Тоже из алкоголя. Вот вроде как бы сосуды чистые, но они не пластичные, поэтому они рвутся. Вот кровоизлияние там внутренние получаются у органов, молчу там, в мозге тоже может произойти это микроизлияние, они вообще все время могут происходить, а большие уже кровоизлияния, но это уже инвалидность, как правило. Ну, это все на сокращение жизни, на опускание человека на уровень плинтус или ниже. Да, очень хорошо, что вы это сказали, потому что люди постоянно пытаются найти себе вот какое-то маленькое оправдание, чтобы потом вот под это маленькое подытожить вообще все, что они будут делать дальше. И вот тогда последний вопрос, может быть это даже как-то связано с амулетами, с берегами, с энергетикой, вот маты. Очень неоднозначное явление. Многие люди говорят, прикрываясь там ведами и славянскими знаниями, что маты иногда бывают полезны. И материться в принципе нормально. И они очень любят нарушать личные границы, тыкать незнакомым людям и говорят, ну, общаться, знаете, как вот с дворовым каким-то своим другом, с посторонними людьми. И говорят, это потому что я к тебе хорошо отношусь, а на вы говорили врагу. И материться можно. То есть они буквально вот знаете, ведами прикрывают всё. маты, и отсутствие субординации и так далее. Насколько действительно маты имеют место вот в традициях славянских и тыканье, вот такое, знаете, панибратское общение без какого-либо там даже уважения или красивой эстетики. Вот на самом деле, вот вы знаете, как оно на самом деле вообще? Ну вот смотрите, начнем тыканье и вы, да, и выканье. Вот у нас к царям и богам всегда на ты. Вот. А к остальным людям на вы. Потом вот я еще застал то время, когда родители назвали на вы. Вот. А вообще у нас на вы называли все время всех, да? А вот на ты, когда день благоденствия наступал, когда боги нам давали, спускались и мы соединялись с ними. И мы друг к другу обращались как к богам на ты. Это был один день, но два раза в месяц. Вот как раз в дни благоденствия тогда ярмарки тоже случались и все и все говорили другу ты. Потом снова вы. Вот когда просто говоришь ты, да? Ну как бы ты говоришь обращаешься как к богу. Вот. Но у нас как правило говорят ты, когда хотят человека принизить, да? Тем более ты там вообще не вы. А в действительности обращение божественное. Так вот когда то ты, то вы, то есть идет раскачка. И когда ты говоришь в принципе привлекаешь божественные свойства к человеку. тебе говорит и у тебя тоже не привлекаются. Но если это все время так говорить, они не привлекаются. когда ты начинаешь выговорить, то снова ты. Тогда вот это привлечение происходит. Что касается мата, мы специально делали такое исследование. вот обследовали здоровье те, которые вообще без мата не могут обходиться. Особенно кто-то только вышел, они из тюрьмы, да, они уже в середину слов вставляют мат. у всех материнщиков у них как правило проблемы в половой сфере. Это связано как раз с тем, что мат употребляется именно при отрицательных событиях. И поэтому когда говорят мат называют половые органы в этот момент и они привлекают вот эту отрицательность половым органом. там что женщины, что мужчины у всех проблемы. Кто матерится? Они могут и продолжать материться, но дело в том, что это влияет на окружающих. Поэтому требуйте всегда, чтобы в вашем присутствии мата не было. Потом у нас сейчас эти слова они изменились. Матершинные слова. Вообще это священные слова и они употреблялись когда делалось начало какое-то дело и для того, чтобы родить, облудотворить, родить и совершить назывались эти слова. Вот. Они сейчас так не звучат. Но я их изучить не буду. Но они помогают эти слова. Помогают что-то достичь. Потому что эти сакральные вещи и они несут тоже сакральные функции продления рода. Но можно продать не только род, можно продать что угодно и создать что угодно из сакральных именно этих слов. Из тонких материй, которые мы вызываем этими словами и которые начинают выполнять свою функцию. Поэтому мат сегодняшний естественно в суе который особенно произнесен или при отрицательных эмоциях он разрушительный. Он не должен присутствовать ни в нашей речи, ни в речи наших окружающих людей. То есть а вот те слова которые могут быть полезны в принципе их невозможно найти. Их только передают наверное из уст в ста может быть в школе даете эти слова. нет я рассказываю конечно он потому что они сакральные сакральные сакральных слов много в реальности вот и они работают но тоже надо давать не всем на тем которые знают или стремятся к знаниям а вот имена которые в общем этот человек имя может сам себе дать например даже составить сам это имя которое больше аналогов нет и никому не говорите использовать его только в магической работе оно будет обладать мощнейшей силой правильно если никому это имя больше не говорить что только ты это имя знаешь и больше никто оно обладает как мощнейшей силой правильно не неправильно дело в том что у нас божественные имена были да и когда чем больше их повторяешь тем больше у тебя вот эти свойства этих богов и проявляются есть вот о чем вы говорите есть непроизносимое имя вот его нельзя говорить потому что оно программирует и можно перепрограммировать человека это вот как раз непроизносимое которое определялось точкой нашего зачатия вот у китайцев это сохранилось до сих пор ну они у Манжуров взяли всю культуру фактически а Манжуры были православными древле православного вот и поэтому у китайцев это и система акупунктур и система вот этих вот двойных имен я даже не знаю у нас видите помимо дня рождения еще были именины их два двое именин еще в году было ну по имени опять же я подозрел что у них и это но вот я тогда когда жил в Китае на это не обратил внимания но то что у них и дата рождения и дата зачатия они два имени имеют но вот которая дата зачатия его нельзя произносить потому что в этот момент но вообще если знаешь что имя можно человек как угодно изурочить даже не желая этого а потом видите врагам тоже свое имя нельзя давать говорить потому что по имени можно сделать тоже чего угодно с человеком ой а еще последний вопрос извиняюсь что я вас так засыпала я сейчас просто вспомнила один момент когда на меня в астрале навело порчу пять человек и я их застала в этот момент и ну начала естественно с ними драться и они заорали все вместе и назвали мне имя очень сложное но я его запомнила и говорят вот это имя пришла и все они пропали и я запомнила это имя после этого у меня начался очень ужасный период в жизни вот я до сих пор помню это имя я могу разорвать как-то это проклятие вот по этому имени которое они мне назвали как-то можно это снять чтобы навсегда это влияние как бы прекратилось или не можно у нас как бы ну процесс вот снятия порчи такой же как процесс раскрещивания от имени они одинаковые и что-то можно с этим именем сделать допустим его например написать и потом его сжечь или порвать как-то чтобы навсегда нет места быть ну там хуже там вот она применяется еще экзорцией то есть когда допустим человека вселилась какая-то сущность вот это ее тоже снимают но меня все время поднувает я все время вспоминаю свой случай когда я пытался значит но с отцом девочка я сейчас не помню лет 15-18 ребенок еще вот у нее было подселение причем она говорила грубым мужским голосом и вот мы с ним но он меня попросил я ему сказал я знал как снимает я видел как это снимает но не только у Германа который у нас тоже но я не знаю сейчас он снимает не снимает вообще все церкви снимают и мусульмане снимают ну все вот и вот мы эту девочку там ее надо поливать водой там и читать читку ну вот мы вдвоем два здоровых мужика она она ребенок фактически да она скидала как детей ну и два и два и в общем-то отчитали ну не изроданы из царапины из искусственной получается что с именами да там можно много чего какую кашу заварить а потом надо знать как это все получается снимать правильно ну да вам могли сделать подселение или соединить с кем-то судьбой ну там много всяких бях можно сделать с именем но они кстати говоря и даже но я не помню я читал и вот эти вот все вот магические книжки в свое время но там много туфты но есть и полезные вещи ну то есть как бы соответствующие реальности не помню там у кого я это прочитал там вот с работой с именем много вариантов очень много вариантов вот но в основном гадить как вот гадить человеку сушить отвратить там и прочее там учения да очень интересная конечно тема имен может быть даже какую-нибудь трансляцию еще совместить вот именно амулетами теми вопросами которые еще остались и разными защитными элементами и также имена может быть вот следующий эфир совместить вот так потому что это такая на самом деле важная тема имен мне кажется можно было бы еще на эту тему провести что-нибудь мы посмотрим как будет складываться сейчас видите какая ситуация создается да ситуация конечно жесть может быть вы тогда напоследок вот я так понимаю что уже встретимся мы в следующем году и как бы люди все равно они как-то там с семьями своими будут отмечать что-то там будет происходить вот какое-то пожелание им на путь чтобы они были в осознанности ну да надо просыпаться просыпаться потому что ситуация то что мы с вами говорили но просто в нашей встрече вот она в реальности это очень опасно и вот сейчас народ начинает работать с этим вот и я думаю что чем больше народу сейчас подключится тем больше шансов у нас чтобы люди остались жить вот потому что сейчас вот желать успехов удачи там процветания и всего прочего этого может не быть даже в следующем году это ведь о чем мы говорили вот оно может произойти в любой момент в реальности потому что там не называют скорость прохождения этой магмы вот говорят что уже две трети там она прошла да очень быстро прошла она может в любой момент вылететь на поверхность и поэтому быстрее надо этим всем начинать заниматься завтра может не быть поэтому а если это много народу используют этот метод я думаю что в этом случае полностью согласна с вами так что для тех кто не смотрел наш прошлый эфир пожалуйста посмотрите там дали четкий способ что нужно делать в начале каждого часа для того чтобы мы могли избежать вот этого ужасного катаклизма то есть каждый час 10 минут ну конечно у людей нет столько времени хотя бы два раза и три раза в день сделать по 10 минут уделить именно каждый час начинается сейчас вы начинаете эту медитацию вернее настроено лучшее что было в нашей жизни испытывать эту эмоцию а потом уже обнулиться и замеет на 10 минут услышать голос молчания прекрасно мы уже с мамой тоже делали так что будем еще продолжать и думаю что многие наши читатели тоже сделали и пишите в комментариях если вы сделали что вы почувствовали чтобы вдохновлять других людей чтобы грубо говоря мы смогли все-таки предотвратить эту ужасную ситуацию и перешли на другую квантовую линию возможности жизни да что ж спасибо вам большое за такую интереснейшую лекцию за вдохновение мы желаем вам очень тоже хорошо продуктивно работать на благо всей нашей человеческой цивилизации и будем верить в то что нам разумным и мыслящим людям удастся себя спасти от этой шайки сатанистов которые мечтают нас уничтожить так как мы здравомыслящие люди все равно сильнее их в какой-то степени ну благодарю вас за внимание ну всем радости но успехов все равно пожелаю спасибо большое вам всего самого наилучшего всего доброго до свидания